Сегодня рано утром на заседании областного правительства была поднята тема долга в его буквальном денежном смысле. А точнее, председательствующий губернатор Свердловской области Евгений Куйвышев, среди прочего, почти ребром поставил вопрос о финансовой дисциплине. Конкретно, перед управляющими округами и главами муниципалитетов четко поставлена задача упомянутую дисциплину укрепить, а просроченную кредиторскую задолженность снизить. Борьба с муниципальными долгами не должна быть улицей с односторонним движением, в том смысле, что областное правительство со своей стороны делает для этого все возможное и вправе требовать взаимности на местах. Ежегодно из областного бюджета значительные средства направляются на поддержку муниципальных образований и погашение кредиторской задолженности. Только в текущем году на эти цели было выделено более миллиарда рублей. И мы видим динамику сокращения кредиторской задолженности. Тем не менее, ситуация далека от оптимальной, особенно в сфере ЖКХ. По поручению губернатора, областному министерству финансов предстоит довести до понимания глав простую истину. Допускать прозроченную кредиторскую задолженность нельзя. Местные бюджеты надо формировать реалистично. Бюджетные средства использовать строго в соответствии с приоритетами и эффективно. При этом строго же контролировать процесс своевременного погашения долгов. Областные власти для предотвращения нарушения сроков погашения по бюджетным кредитам, если они были предоставлены областным же бюджетом, дают целый ряд мер поддержки. Например, половину долга можно вообще списать. При единственном условии высаботившиеся средства обязательно должны пойти на решение вопросов местного значения. Ну а оставшиеся 50% можно будет возвращать в рассрочку. Ну и дотации для местных бюджетов в полном объеме можно будет получить, лишь только если работники муниципальных учреждений полностью и вовремя выплатили их зарплату. В конце концов, оценка качества управления бюджетным процессом муниципалами напрямую зависит от отсутствия просроченной кредиторской задолженности. В этой связи еще раз обращаю внимание на необходимость укрепления финансовой дисциплины, а также усиление взаимодействия между органами власти и муниципальными образованиями для оперативного решения проблем с долгами. Другой приятный вопрос, обсуждавшийся сегодня на заседании правительства. Почти 5 миллиардов дополнительных рублей для городского округа Верхняя Тура. Здесь с 2020 года в рамках комплексной программы развития введен в эксплуатацию Центр культуры и искусств. Построена лыжероллерная трасса, запущен газопровод в микрорайоне Рига и станция очистки воды. Отремонтирована плотина Верхнетуринского гидроузла и так далее, а дополнительные 4 миллиарда 800 миллионов рублей пойдут на ремонт дорог, строительство жилья и физкультурно-оздоровительного комплекса, на создание парка спорта и отдыха «Белый камень», сквера Александра Невского. И кроме того, в обновленный вариант документа вписано еще и строительство в окрестностях Верхней Туры загородного лагеря «Уральские зори». Субтитры создавал DimaTorzok